Причащение святых христовых тайн Их надо понимать буквально, потому что таинство Причащения, одно из таинств и главное таинство христианской церкви, установлено самим Богом, самим Господом Иисусом Христом на Тайной Вечере. Когда сам Господь подал хлеб своим ученикам и сказал, примите, едите, съесть тело мое, и подал чашу с вином, и сказал, что пейте от нее, съесть кровь моя Нового Завета. Сам же Господь сказал, вы уже процитировали эти слова, что тот, кто не будет есть плоти Сына Человеческого и пейте кровью Его, тот не будет иметь жизнь вечную. Это прямая заповедь Божия, которая дана нам в Евангелии. Мы в таинстве Причащения, а таинство мы называем то, где Господь сам таинственно, то есть необъяснимо для нас действует, вот в таинстве Причащения мы соединяемся со Христом. Мы становимся членами тела Христова, послова апостола Павла. И, собственно говоря, таинство Причащения – это центр христианской жизни. Это то, ради чего совершается богослужение, то, ради чего мы ходим в церковь, то, ради чего мы постимся, молимся, исправляем свою жизнь именно для того, чтобы в таинстве Причащения соединиться с самим Господом. И каждый человек верующий, каждый человек воцерковленный, живущий христианской жизнью, он знает и ощущает вот это вот чувство близости, единения с Богом, которое сопутствует достойному, правильному Причащению Святых Христовых Таин. Что касается духовной жизни человека, без причастия она возможна в полноценном смысле? Вы знаете, духовная жизнь человека – это такое вот общее наименование, которое содержит достаточно много внутри себя, много аспектов. Прежде всего, духовная жизнь – это постоянная борьба с самим собой, борьба с ветхим человеком, который присутствует в нас. Духовная жизнь – это очищение человеческого сердца, которое дается необыкновенно трудно, необыкновенно сложно каждому, кто этим занимается. Только те, кто никогда не пробовал бороться с собой, со своими недостатками, могут вот так легко, спокойно, между делом говорить о духовной жизни, потому что на самом деле духовная жизнь – это тяжелый труд. Святые отцы говорили «отдай кровь и приими дух». Для того, чтобы получить духовное дарование, нужно, это образное выражение, трудиться практически до пролетия крови. Настолько это выражение, которое максимально возможно для человека труде по исправлению и изменению себя. Первородный грех, которым болен каждый из нас, настолько глубоко сидит в человеческом сердце, что для того, чтобы его исторгнуть, необходимо прилагать огромные усилия. Но и этих усилий недостаточно, если человеку не помогает Бог. Есть такое слово, вот последние лет 20 оно как-то очень стало затертым. Раньше оно было никому неизвестным, а сейчас оно и направо, и налево употребляется где надо, и где не надо. Синергия. Вообще-то богословский термин. И говорит он о совместной, направленной на спасение человека воле Бога и воле человека. Вот синергия – это как раз когда Бог помогает усилиям человека по спасению, по очищению его собственной души. И вот помогает Господь в таинствах. Таинство – это рука Бога, которая протянута к человеку. И вот за эту руку человеку надо ухватиться, чтобы выйти. Вот из этого состояния, в котором он находится, этой постоянной борьбы, борьбы, когда вроде что-то сделал, потом опять падаешь, вроде бы вот как-то смог собраться, а потом оглянулся куда-то на сторону, всё рассеялось, улетучилось, то, что было. Вот таинство – это как раз благодатная помощь человеку в этой борьбе самим собой. И вот таинство причащения – это, наверное, одно из самых главных средств, помогающих человеку вести духовную жизнь. Пишет нам Александр. В одном из апостольских посланий говорится, «Кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». И далее, «Ибо кто ест и пьёт недостойно, тот ест и пьёт в осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Как же надо рассуждать, чтобы причащаться не в осуждение? Для того, чтобы причащаться не в осуждение, нужно осознавать свою греховность. Это главное. И, конечно же, к причастию не допускается и не должен подходить человек, к которому есть нераскаянные грехи. Ну, скажем, живёт человек, ну, сейчас это называется как все. — Гражданский брак? — Не обязательно, нет. Просто живёт как все. Тут кого-то обидел, тут кого-то осудил, тут что-то у кого-то отнял, тут украл. Не обязательно из кармана вытащил, да? Сейчас ведь воруют по-другому. Тут ещё что-то сделал и потом пошёл причащаться. А что такого? Да все так живут. Вот это вот причастие в суд и осуждение. То есть человек должен всегда бороться. Одно из главных условий причащения того, чтобы человек приступал к таинству тела и крови Христовых, это, конечно же, не впадение вот в разного рода грубые грехи, которые, не только те, которые я перечислил, и обязательно покаяние. Вот если человек кается, раскаивается, исправляется, если человек борется с собой и с какими-то грехами, вот, и воздерживается от грехов, он причащается и при этом подходит к чаше с осознанием своего недостоинства, с молитвой мытаря «Боже милости, буди мне грешному», вот тогда это причастие такое, какое заповедано нам Спасителем. Если человек, не рассуждая, вот что значит «не рассуждая»? То есть не задумываясь о том, что у него внутри есть, не задумываясь о том, а может ли он вообще подойти к Христу, может ли он соединиться с Ним, может ли он хоть в чем-то быть близок к Богу. Если он при этом вот так вот спокойно приходит и причащается, и опять же не рассуждая, идет дальше и живет той же вот такой жизнью, не только гражданским браком, да, но много есть вещей, от которых человеку нужно воздерживаться или избавляться. Тогда он причащается в суд и в осуждение. Вот это вот подразумевается в словах апостола. Владыка, сегодня в различных обсуждениях, например, на интернет-форумах и даже в церковных СМИ очень остро стоит, обсуждается вопрос о подготовке к причастию. Наши телезрители нам тоже пишут. С Вашего позволения я зачитаю эти вопросы. Да, пожалуйста. Я недавно была в паломнической поездке, где были люди со всей страны, и бросилась в глаза, насколько по-разному многие из нас готовились к причастию. Кто-то не ходил ко всеночной, кто-то причащался два дня подряд вообще без всякой подготовки. Говорили, что раз пришли на литургию, значит, надо причащаться. Нужно только хотеть быть со Христом. Говорили, что у них в храме священники считают, что нельзя накладывать на людей времени неудобоносимого. А ведь еще несколько лет назад, как мне кажется, все готовились одинаково, так, как указано в мультфословии, трехдневный пост, присутствие на сеночном бдении, чтение всех канонов и последования. Почему же теперь все по-разному? И лично меня это очень смущает. Это большой разговор, это целое, все-таки ведется уже долгое время разговор, и мне приходилось в нем участвовать неоднократно. И, наверное, вот мы сейчас в рамках ответа на вопрос не исчерпаем этой темы. Но вкратце можно сказать вот, что действительно сегодня очень много разных мнений по этому поводу. К сожалению, у них всех этих мнений есть один очень большой недостаток. Они все претендуют на исключительность и обязательность. Вот кто-то считает, что нужно вот только вот так, всем. Другой считает, что нет, нужно наоборот, но тоже всем. Хотя есть разные ситуации, есть разные обстоятельства жизни, есть разный уровень просто напряженности духовной жизни у человека. Кто-то, допустим, творит Иисусову молитву, да, и все свободное время, да, может он причащаться без чтения трех канонов и окану? Ну, наверное, может в каких-то условиях, да, скажем, в паломничестве можно. А другой все время болтал, осуждал, рассказывал новости, сплетни, или просто там игрался в какую-то игру на планшете, или смотрел телевизор в автобусе, который там... Может он причащаться без подготовки? Я думаю, нет. Вот очень в разном состоянии мы все находимся в разное время нашей жизни. Причем это не то, что там 5 лет в одном состоянии, 10 лет в другом состоянии. Нет, это все меняется буквально вот в несколько часов. Вот в нашем сердце может полностью все измениться. Поэтому, да, причащаться нужно и можно часто. Но обязательно нужно готовиться. Обязательно. Может быть, не всем читать трех канонов и сакапистом, да, но готовиться надо. Есть правило о том, что перед причащением надо поститься. Это нужно не Богу, это нужно человеку для того, чтобы вот каким-то образом... Вот о чем мы сейчас говорили, только что отвечая на предыдущий вопрос. Нужно каким-то образом приготовить самого себя к принятию этого таинства. Когда мы причащаемся часто и опускаем вот эту вот подготовку и через какое-то время привыкнем. И для нас причастие будет ведь, ну, чем-то таким вот, что делается между делом. Как говорил Достоевский, да, Федор Михайлович, подлец человек, ко всему привыкает. Он по другому это поводу сказал, но, в общем-то, и здесь можно тоже вспомнить эти его слова. Когда человек привыкает к святыне, это очень плохо. Это очень плохо. Например, для священника это самая страшная профессиональная деформация, самая страшная профессиональная болезнь, когда священник привыкает к святыне. Он не должен привыкать к святыне, должна оставаться святыней для него, сколько бы лет он ни слышал, 10, 20, 50. И для каждого человека, вот точно так же, причастие, все, что связано с Богом, должно оставаться святыней. У тебя есть силы готовиться и держать себя в соответствующем внутреннем такой готовности, в напряженности, допустим, там, каждый воскресный день? Молодец, причащайся каждое воскресенье. У тебя есть возможность, желание, готовность делать это еще чаще, там, два раза в неделю? Ну, внимательно, аккуратно, с советом духовника, но, опять же, Бог в помощь. Но при этом не надо эту практику пытаться распространить на всех людей. Не надо сказать, вот я вот так делаю, вот хорошо, вот у меня все получается, давайте вот все, чтобы так сделали. А, к сожалению, все наши дискуссии, они вот, у них у всех есть вот такой вот элемент, когда мы пытаемся что-то кому-то подошедшее однажды распространить абсолютно на всех людей. И так делать нельзя. Духовная жизнь, она очень индивидуальна. Ну, тоже как вообще жизнь человека. Мы все, люди у нас, у всех разные условия, обстоятельства. Просто в наших сердцах бушуют такие бури, что вот невозможно быть, скажем, готовым в одно, но всегда в одно и то же время, к одному и тому же. Поэтому я думаю, что эта дискуссия, она понятна, почему она вообще родилась откуда. Вот потому что хочется какого-то раз и навсегда определенного правила для всех. Порядок. Порядок, да. Ну, вы знаете, порядок нужен, но есть какие-то вещи, где должна быть свобода. Вот мне кажется, что вот это самое глубокое, самое вот на, в конечном своем таком этапе общения Бога-человека, здесь должна быть свобода. Здесь нельзя всех заставить строем делать одно и то же. И это будет неправильно, если мы это заставим. Вот ветхий человек, вот ему всегда хочется свободу свою кому-то отдать. Да, и ответственность вместе. Совершенно верно. Тогда у нас вообще это будет только формальность. И никакой пользы для нас не будет, а может быть, будет даже вред. Вот почему дискуссия эта хоть и понятна, но, как я считаю, такая безперспективная. Потому что если она увенчается какими-нибудь рекомендациями, такими, такого циркулярного характера, вот это будет плохо. Инна спрашивает. Скажите, пожалуйста, как часто нужно исповедоваться и причащаться? Один раз в неделю, один раз в две недели или когда испытываешь необходимость? Я уже сказал, что какие-то здесь правила устанавливать единые для всех нельзя, но, наверное, все-таки, когда есть в этом необходимость. Опять же, для того, чтобы необходимость это почувствовать, нужно исповедоваться регулярно. Потому что дело здесь такое непростое. Это как совесть. Если человек перестает ее слушать, она говорит ему все тише и тише и тише. И под конец можно начать жить и даже не найти, в чем исповедоваться. Бывают такие случаи, когда человек приходит на исповедь раз в году или даже в несколько лет раз и спрашиваешь, чем грешно, в чем хочешь покаяться. Человек не понимает искренне, говорит, да вроде ничего, живу и живу, да, вот так вот и все. Поэтому исповедоваться нужно регулярно. А степень регулярности уже установить со временем. Как правило, если человек правильно ведет духовную жизнь, то чем больше человек всматривается в себя, тем чаще ему нужно прибегать к таинству исповеди. Следующий вопрос в продолжении, Владыка. Мне одна прихожанка сказала, что допустимо причащаться каждое воскресенье, а исповедаться можно только раз в месяц. Возможно ли принимать причастие без исповеди? Видела, что многие так делают, но правильным это не считаю. Заранее спасибо, Наталья. Прихожанок лучше не слушать, потому что, опять же, тот же самый пример, да, когда человек что-то свое пытается навязать другим окружающим людям. Вот раз в месяц, а почему не раз в три недели? А почему не раз в два месяца, да, вот если так подходить к этому? А почему? То есть все равно какая-то закономерность есть, но совершенно непонятно, почему она, откуда она взялась и из чего она выведена, эта закономерность. Можно ли причащаться без исповеди? Если человек живет церковной жизнью, если у него есть свой постоянный духовник, у которого он исповедуется регулярно, каждый раз, когда в этом есть необходимость. Достаточно часто, не раз в месяц, а может быть гораздо чаще. То при этом, если в какой-то момент он подходит к причастию, он не чувствует, что ему необходимо, вот бежать исповедиться, можно причаститься к кому-то, повторять, у кого вот такие глубокие постоянные отношения с духовником. С духовником здравым, с духовником трезвым, с духовником опытным. Если духовник ему это разрешает, пожалуйста. Причем этот же духовник другому человеку может так не разрешить, потому что он видит его устроение и скажет, нет, тебе вот так не надо делать. То есть, повторюсь еще раз, во всем должна быть свобода. Особенно свобода в отношении с Господом. Но при этом должен быть и некий порядок. Вот сочетание вот такого вот порядка и свободы, это как раз вот тот самый средний царский путь, о котором говорили все отцы. Спасибо, Господи, Владыка. Благодарю вас за подробные ответы нашим телезрителям. И напоминаю, вопросы можно присылать на адрес электронной почты, которая сейчас на экране. До свидания, Ангела вам, Хранителя. Редактор субтитров А.Семкин